По словам президента, нерабочая неделя позволила выиграть время для наращивания ресурсов системы здравоохранения, чтобы эффективно бороться с эпидемией. Президент продлил нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплаты. Если обстановка позволит, выходные могут сократить, заявил глава государства. Владимир Путин отметил, что во всех регионах разная ситуация. Где-то в России нужны более жесткие ограничения, где-то достаточно точечных решений. И губернаторы должны сами решать, насколько строго стоит соблюдать меры в их регионе. По указу президента им будут предоставлены дополнительные полномочия. Регионы сами, в значительной степени исходя из объективной ситуации, будут принимать решение о том, какой режим в субъекте федерации или в его отдельных муниципалитетах вводится в соответствии с указом президента России. Какие учреждения и организации должны приостановить свою деятельность, а какие могут ее продолжить при строгом обеспечении безопасности граждан. Владимир Путин поблагодарил волонтеров и тех, кто исполняет все рекомендации в условиях самоизоляции, особенно отметил работу медицинского персонала. «Именно они в больницах и инфекционных отделениях на всех врачебных участках держат оборону от наступающей эпидемии, лечат, спасают людей, предотвращают возникновение и развитие болезни. Уверен, что все граждане страны присоединятся к словам сердечной благодарности». Во время режима самоизоляции по-прежнему будут работать все службы жизнеобеспечения, органы власти, магазины и аптеки. Президент отметил, что важно сохранить рабочие места и доходы населения. Эффективно стабильно работающая экономика лежит в основе выполнения ключевых задач. Елена Малютина, События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова